В этот день, 22 сентября 1780 года, 24 сентября 1935 года в Красной Армии введено звание «Маршал Советского Союза». Трое из пяти первых маршалов погибнут от репрессии несколько лет спустя. В этот день, 22 сентября, родились Петр Палас, немецкий российский ученый-энциклопедист-путешественник. Михаил Бестужев, декабрист, участник восстания на Сенатской площади, он был сослан в Сибирь и сделал немало для ее освоения. Сергей Ожегов, автор толкового словаря русского языка. Русский писатель и философ Алексей Лосев. Философ и филолог Алексей Лосев был удивительным человеком. Его уникальными книгами по античной эстетике, античной мифологии и философии зачитывалась Европа. А в Советском Союзе люди прилагали большие усилия, чтобы достать эти книги, по рукам ходили ротопринтные копии. На трудах Лосева было воспитано не одно поколение советской и зарубежной интеллигенции. Сам ученый прожил долгую жизнь, став свидетелем целой эпохи. Первой мировой войны, революции, гражданской и великой отечественной войн. Алексей Лосев окончил гимназию с золотой медалью. И не было ни одного предмета, который бы не вызывал у него интереса. Даже университет окончил он сразу по двум отделениям – философии и классической филологии. В это время Лосев застоял в религиозно-философском обществе, памяти Соловьева и познакомился с посещавшими общество философами Серебряного века – Флоренским, Бердяевым, Трубецким и другими. Эти люди оказали большое влияние на мировоззрение Лосева. Алексей Федорович получил серьезное музыкальное образование. Он учился в школе знаменитого итальянского скрипача Стаджи. Но Лосева больше всего привлекало изучение тех дисциплин, которые давали представление о формировании поведения человека. Поэтому со студенческой скамьи он был членом психологического института и читал в нем лекции. Университет был окончен Лосевым с отличием, и он был оставлен в УЗИ для подготовки к профессорскому званию. В 1922 году Лосев женился на Валентине Соколовой, преподавательнице математики и астрономии Астрофизического института. Венчание состоялось в Сергиевом Посаде, а таинство проводил знаменитый Павел Флоренский, друг Лосева. Видя, как в стране разрушаются храмы, идут на казнь священники, уничтожается духовная культура, лучшие люди гибнут в лагерях, Лосевы тайно приняли монашество и в постриге приняли имена Андроник и Афанасия. Как говорил Вячеслав Иванов, Алексей и Валентина прожили 32 года в нездешней любви, отказавшейся от радости родительства и плоских удовольствий. Это были две руки единого креста. В то время Лосев много писал, но издание книг по философии было под запретом. Ученому приходилось рисковать, но за короткий период, с 1927 по 1930 год, он издал 8 своих книг. Античный космос и современная наука, музыка как предмет логики, философия имени и так далее. В 1930 году вышла книга, которая станет для автора гибельной диалектикой мифа. Она и привела семью Лосева к заключению. В этой книге он отвергал марксизм и официальную философию Советского Союза, диалектический материализм. Лосева осудили на 10 лет лагерей, его жену на 5. Они выжили, как говорили не сами, благодаря редким письмам, которые они посылали друг другу. Лишь после смерти Сталина Лосева допустили к преподаванию с ограничениями, а его новые труды стали публиковать, когда Лосев был уже в очень преклонном возрасте. Тогда же он сказал о себе, я не великомученик, а боец, не подавай победу, а не посмертное почитание. Накануне 90-летия ученого его приняли в сыну с писателей, а вскоре присудили государственную премию за монументальный труд истории античной эстетики. В сущности, это и было своеобразной победой философа. Алексей Лосев умер в мае 1988 года, в день памяти великих просветителей, святых Кирилла и Мефодия, его покровителей детских лет. Символичная, что и последней работой ученого была слово о Кирилле и Мефодии – реальность общего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова